Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим тему фэнговых петель и их применение. Итак, на основе фэнговых петель мы с вами можем связать, например, детскую манишку, например, баску, например, выполнение отделки рукавов, воротник, орликина и много-много других вещей. Итак, посмотрите, что мы с вами будем вязать, и я вас уверяю, с этим справится даже новичок. Как получить вот такой рисунок, чтобы легко и просто связать оригинальную манишку для вашей девочки? Итак, вам понадобятся две бобинки пряжи, одна толстая, вторая значительно тоньше. У меня для образца, для того, чтобы вам показать, честно, я взяла то, что не жалко, то у меня остатки пряжи, но суть будет понятна. И ваши ручки, либо, если вы немножечко попросите постараться для вас, ваших любимых мужчин или ваших замечательных сыновей, то они могут смастерить вам вот такой отборный селектор. Такой селектор подойдет вообще для любых машин, его можно смастерить для любых машин. Особенно такой селектор будет здорово смастерить для машин Нева, Северянкой, любых машин, которые не выполняют никаких рисунков. При помощи подобного селектора вы можете вязать жаккардовые переплетения, фанговые переплетения и многие-многие другие. Достаточно выдвинуть селекторные иглы в нужной вам последовательности. Из чего состоит селектор? Посмотрите, это просто две дощечки, соединенных между собой. В одной из дощечек вырезаны вот такие прорези, в которые входят отборные иглы из оргстекла. Я думаю, что оргстекло можно заменить любыми другими материалами. Расстояние между этими отверстиями составляет расстояние между иглами для машины, для которой они предназначены. Для большей прочности и устойчивости здесь еще накручена вот такая резинка. Резинка эта несет функцию фиксации. Итак, при помощи вот такого самодельного селектора мы можем выставлять в работу нужные нам иглы. У меня расстановка игл сейчас одна через три. Итак, я уже провязала определенное количество рядов, чтобы вам было понятно, что мы вяжем. Обычный набор обвитием двумя толстыми нитями. И здесь у меня две толстые нити, которые провязали два ряда. Теперь мы с вами при помощи этого волшебного селектора выполняем отбор игл. Выполнили. Перевели ваши каретки в положение частичного вязания. Почему я говорю частичного вязания? Несмотря на то, что у меня машина-бразер, я могу включить просто обе кнопки флангового переплетения. Именно частичного вязания, потому что я сказала, что рисунок подойдет для любого типа машин. Включая наипростейшие. Итак, если двумя нитями я вязала на плотности 3, мы с вами переходим на плотность 4 и провязываем 1, 2, 3, 4. А вот теперь рядом с иглами в нерабочем положении выставляем в положение D рабочее. 5. И можно вот так помочь себе пальчиками. И 6. Провязали 6 рядов, после чего отключили рычаг частичного переплетения, ввели снова в работу вторую толстую нить, все иглы выдвинули в переднее положение, уменьшили плотность, подтянули толстую нить и провязали 2 ряда на меньшей плотности. Проследите за тем, чтобы все иглы провязали. Если этого не произошло, провяжите эти петли вручную. После чего мы снова вначале убираем толстую нить из работы. Убрали, не забудьте закрыть замки нити водителя. Берем в ручки наш селектор, если нет селектора, используем наши рукодельные творческие пальчики и выполняем отбор игл вручную. Тех же самых. И снова не забываем переключиться в режим частичного вязания и провязать те же камни 6 рядов на плотности плюс 1. Последние 2 ряда можно ноготочками, пальчиками оттянуть полотно, чтобы не заниматься навешиванием кучи грузиков. Ввести в работу толстую нить, убавить плотность, выдвинуть вперед иглы и снова провязать двумя нитями, отключив рычаги частиц для плотения. И вот, пожалуйста, получается, формируется наша манишка. Вот эта ее часть, это часть, которая будет согревать шею вашу или вашей красавице-дочери. И вот, собственно говоря, юбочка нашей манишки. А теперь посмотрите, кто вам мешает убрать один фрагмент и получить просто юбку. Либо сделать длинной нижнюю часть без фанговых петель и получить, например, пончо. И никто не мешает оформить таким образом низ рукава. И никто не мешает сделать такую же группу петель с противоположной стороны. И мы внутри получим красивый фонарик. И самое приятное, что для такого выполнения совсем не нужно иметь какие-то особенные, серьезные навыки владения вязальной машиной. Такую манишку может выполнить абсолютно любой начинающий, который пока экспериментирует и пробует свои силы во владении вязальной машиной. Плюс такого способа еще и в том, что благодаря вот этой части, которая получается, обратите внимание, такой вот гофрированной, ваша манишка ляжет по вашим плечам именно так, как нужно. Она не растянется больше, чем нужно. Она просто примет форму ваших плеч. И своими нежными теплыми объятиями будет согревать вас в любую непогоду и подарит ощущение уюта и тепла прохладной основе. Что ж, дорогие друзья, я уверена, что наше видео вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, если вы все еще не подписаны. Вяжите вместе с нами, делайте репосты этого видео, делитесь со своими друзьями. И до новых встреч! А в комментариях пишите, какие видео вам будут интересны на нашем канале. Спасибо за внимание и до новых встреч!